Август 1891 года в Пермском обществе переполох. У сибирской заставы собралась толпа горожан. Люди встречали путешественника, о котором тогда много писали в газетах. Это был майор японской императорской армии Фукусима Ясумаса или Фукушима, как его называла российская пресса. Он служил военным атташе в Германии и возвращался на родину через территорию Российской империи, проехав 9 тысяч миль верхом. Маршрут майора Фукушимы пролегал через несколько стран. Оставив позади Европу, он пересек всю Россию, затем свернул в Монголию, позже проследовал в Китай и только после этого вернулся в Японию. В общей сложности путешествие заняло почти полтора года, но это не было просто желанием посмотреть мир. Шпион, самурай, знающий около десятка языков, в том числе русский, изучал уклад жизни в России. Интересовался транспортным сообщением. Как раз в это время началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которая должна было связать Дальний Восток с центром государства. Майор Фукушима в пути вел записи, составлял карты местности. Обо всем этом пермяки тогда, конечно, знать не могли. Заезжему гостю оказали весьма радушный прием. Встреча столь необычного пилигрима, путешественника, стала поводом для появления, можно сказать, маленького стихотворного шедевра Филитона Сергея Андреевича Ильина. И этот Филитон раскрывает подробности того, как принимали майора Фукушиму. Отчего ему пермь фимиамом кадит и встречает его за заставой. И военный оркестр его слух веселит, и вся пермь провожает оравой. За пятверство встретил лихой адвокат, да не просто, на велосипеде. Встречали майора участники пермского общества велосипедистов. Тогда этот вид спорта приобретал популярность. В честь путешественника из «Страны восходящего солнца» в благородном собрании был дан пышный обед. Филитонист Сергей Ильин и здесь нашел повод для иронии. Фукушима из всех этих язд, богатых, как на скатерти самом ранке явившейся, он поел только раков. И Ильин замечает ехидно. Надо знать все-таки, что у каждого народа свои вкусы. На родине Фукушима стал национальным героем. В памяти его беспримерном конном переходе была Чиканина медаль. В пути майор стал подполковником. Фукушиму наградили орденом священного сокровища. Затем он получил баронство и генеральский чин, а также должность помощника главнокомандующего с сухопутными войсками. Позже барон возглавил секретную службу. А записки путешественника были использованы для подготовки к японо-китайской, а затем и русско-японской войнам. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.